Аплодируем, аплодируем, громче, 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 громче! Это Камеди Класс на седьмом канале! Если бы вот их не приняли в Камеди, они наверняка снимали бы жесткие немецкие фильмы. Дуэт СС на сцене Камеди Класс Ки-З. Встречаем! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Мы вообще приезжие люди из разных городов. Нам так не хватает порой вот этого домашнего чего-то, домашних эмоций, домашней еды, потому что мы питаемся в общепитах, так сказать. Семен, ты не обобщай просто, пожалуйста. Хорошо, я конкретно, и серый. Вот, мы питаемся в общепитах, и нам очень хочется порой вот этого домашнего уюта и домашней пищи. Итак, к вашему вниманию, кафе «Домашняя столовая». Поехали! Так, час дня, надо бы пожрать бы, чего-нибудь пойти, куда-нибудь. О, кафе «Домашняя». Клево, кафе «Домашняя». Зайдем. А, звонок, ну, конечно, да. Бегу, бегу, кто? Клик, клик, Серёга. Серёжа приехал, ой, ты привет. Ой, ты мой сладкий, дай хоть на тебя посмотрю-то. Попа не обвисла, здоровый, плечистый. Ой, Серёжа, не мой сладкий. Я что-то не понимаю. А, это у вас кафе домашнее, да? Ну, конечно, кафе домашнее. Кафе домашнее, да? Да, да. Понятно. И вы официант. Нет, для тебя я мама. Вот, понял? Поэтому у нас кафе домашнее, так что быстренько разувайся, руки мой, бегом за стол. Кстати, тапочки не забудь одеть. Тапочки, тапочки клёвые, как собачки, как у меня дома. Вот это кафе, вот это, блин, кафе. Ну что, набегался? Набегался. А чумазый-то какой ты у меня чумазый. Ногти не стрижены опять. Так, что, какая разница вам, ногти стрижены или нет, блин? Так, что, что... Давайте жрать хочу быстрее. Жрать ты хочешь? Ну вот на тебе меню, выбирай, что ты хочешь. Ну что у вас есть нормальное? У нас есть блюдо, всё, что есть в холодильнике. А чё есть в холодильнике? Ну, рожки. И всё, что ли? Нет, ну ты бы сказал, что ты придёшь, я бы тебе пирожков напекла, я не знаю. Ну вот, есть салат домашний, я не знаю, домашний салат. Чё за салат? Ну, это салат, это огурцы, помидоры и майонез. Ну, есть вариации, огурцы, майонез, помидоры, майонез, огурцы, помидоры, без майонеза, майонез без помидоров, огурцов. Это всё? Нет, есть ещё салат, если нет майонеза. Чё за салат? Ну, это помидоры, огурцы с подсолнечным маслом, огурцы с подсолнечным маслом, помидоры с подсолнечным маслом, огурцы с подсолнечным маслом, огурцы с подсолнечным маслом, огурцы с подсолнечным маслом. Всё, хватит, я понял схему, всё, не надо мне объяснять дальше. Ну, что тебе можно? Хочешь, я тебе картошки нажарю, я не знаю. А, давайте. Ну, ты почисти, я пожарю. В смысле почисти, пожарю, что-нибудь? Готовая есть нормальная, блин? Готовая? Да. Борщ? Она сладкая. Борщ? Я говорю, она сладкая. Борщ? Тьфу, блин, я не хочу борщ. Так, пока борщ не съешь, сладкого не получишь, понял? Ну, ладно, давайте свой борщ, блин. На. Так это не борщ. Это пельмени. Я не заказывал пельмени. Так ешь, что дают, понял? Ладно, короче, буду есть пельмени, все, только... Идите куда-нибудь, я не знаю. Кушай, кушай пельмешку. Закалебай. Да, но тоже слопаю. Зашел, бин. Кушай, кушай. Взрослый, ты какой уже стал? А мама, между прочим, волнуется, как учеба, работа. В ночах уже охота. А девушка у тебя есть? А? Девушка. На, не пятерки учишься у мамы, а? Так, короче, блин, что такое? Что за кафе, блин, долбанное какое-то? Приперся, пришел пожрать, блин, здесь мне устроили, здесь какую-то хрень, блин. А ты так с матерью не разговаривай. Я никак с матерью не разговариваю, понятно? Давайте ко мне вашего администратора. Быстро администратора мне, все. Ну все, пеняй на себя. Администратора, так администратора. Давайте. Отец, отец! Твою мать, зашел. Так, ёптель, кто там разорался? Ты, ты что ли разоркнулся, встань. На тебе, блин, сядь я тебе говорю, блядь. Сядь. Не ори на мать, че ты мать доводишь, а? Че ты мать доводишь? Мало того, что я ее довожу, ты еще доводишь. Ну ты понимаешь, только я на ней женился, а я имею право ее доводить, понял? Понял, понял. Не ори на мать, салабон, салага, щенок, люблю весь в отца, а? Короче, блин, никакой вы мне не отец, понятно? Никакая мне не мать, блин. И все, я пошел отсюда, все, надоело, я ухожу, понятно? Никак в бате разговариваешь. Никак я не разговариваю, все, заберите ваши деньги, блин, за вашу гребанную еду, все, я ухожу от вас. Все, все, ухожу, все. Не сын ты мне, пошел вон. Все, и ты мне не отец, понял? Не сын мне, пошел вон. Стой! Мусор захвати за собой, быстро. Ага, сейчас, блин. Мусор захвати. Друзья, это был Сэм Махов. Это был Сергей Зак. Дуэт СС, спасибо. Салим Хаек, Канад Кадарбеков. Дуэт не пара на Сэнни Камеди. Добрый вечер, Добрый вечер, Камеди. Всем привет, друзья. Добрый вечер. Случай на канале. Так, минутная готовность, значит, камеры, камеры готовы? Хорошо, свет есть там? Все, здорово, спасибо большое. Звук дайте на микрофон, дайте микрофон проверить. Раз, раз. Так, Палыч, Палыч, если сегодня с микрофоном будет такая же лажа, как и вчера, я тебе этот микрофон засуну в опу. Не, ну вот опять. Слышал, микрофон сейчас пропал? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Давай только без вот этого, ладно? Хорошо? Все, проследи. Я тебе верю, спасибо большое. Итак, три, два, один, поехали, мотор. Добрый вечер, друзья. В эфире канал Охота и Балка. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, человек, которого я в ОТ и АЛ. Салим Налимович Йордж. Здравствуйте, Салим. Ну, расскажите, как у вас дела? Я вас ОТ тоже. АЛ. Ну, я был в ОПе. Вы были в ОПе. Салим, ну давайте сразу перейдем к делу. Мне интересно стало. Какова она? АЛка в ОПе. Ну, вы знаете, рыбалка в Европе, в принципе, такая же, как и здесь. Вечером все набухиваются. Я сеную это все. А потом почему-то идут на озеро Аца. Купаться на озере перед рыбалкой? Ну, это же глупо, по крайней мере. Ну, я тоже этих иностранцев не понимаю. Но я как нормальный, профессиональный рыбак, сам лично, пошел, чил. А, это совет начинающим рыбакам, между прочим. Точите свои ножи всегда сами. Никому не доверяйте. Продолжайте, Салим. На утро выхожу я, значит, на озеро, а там моя красавица. Ну, вы же видели мою резиновую красавицу. Конечно, ну. Я ее, значит, расчехлил. Ну и давай, значит, и... Бу, значит. Бу! В общем, за... Алсер. В общем, замучился, но догреб я. Ну, так вы же молодец у нас. Достаю потом свою... Ну, вы же видели мою? Кто же не видел-то? Спиннинг-то ваш, ну, с двумя катушками. Ну. Закидываю. Закидываю. Вот такой вот... Разочаровываете, Салим. Откровенно разочаровываете, знаете. Вот у меня, понимаете, в 15 лет вот такой вот был. В 15 лет новый монстр, вот это улов. Слушай, Кана, тебя не смущает то, что вот во время этой миниатюры постоянно пропадал звук? Нет. Это же комедий-клаб. Дуэт не пара. Специально для вас. Спасибо большое. Слушай, в 15 лет мог бы и поменьше показать. Давай, заткнись. Нашим следующим резидентам на этой сцене лучше всего получается играть женщин. Но в реальной жизни они абсолютно нормальные мужчины. Евгений Кэш, Нурлан Чукеев на сцене Comedy Club KZ. Встречаем! Добрый вечер, Кавиный Клаб! Привет! Как мы рады вас видеть! Дорогие друзья, все мы, наверное, были подростками, вот сейчас особенно мужчины вспомнят, и просили отца купить презерватив. Да, это как бы нормально, но ни разу не просили купить презерватив у мамы. Мы, мы у нас больная фантазия, и мы представили, что могло из этого получиться. Под ваши аплодисменты мы сейчас это покажем. Женя у нас женщина. Мама, мама. Вот. Привет, мам! Привет, сынок! Мам, у меня завтра выпускной. У тебя завтра выпускной уже? Да. Ты у меня совсем взросленький стал уже. И это, мам. А? Купи мне презерватив. Вдруг, мало ли, там, выпускной. Презерватив? Я же тебе покупала уже. Так я его, это... Куда ты дел его? Подиклайн закинул и забыл, да? Под диваном смотрел? Да нету под диваном, мам. Ты че? Может, за шторкой на батарее слушаться? А ты забыл. Какая батарея, мам? Я же говорю, я его того растянул, да? Вот, зараза, растянул. Я же тебе специально на два размера больше покупала. На вырост. Да не растягивал я его. Я его... Постирал? Ядрит твое растудыть, а? Постирал он его. Поди еще с красными вещами забросил он и полинял. Да не стирал я его. Ты че такое говоришь вообще? Не, ну а че ты, нормально? Как раз под розовую рубашку твою подойдет. Че ты... Да говорю тебе, не стирал я его, мам. Я его Ваське опять подарил, а? Опять этому Ваське дал его. У этого Васьки че, своего нету что ли, а? У него, между прочим, папа гаишником работает. Тот еще га***ан с усиками. Не может своему сыну презерватив купить. Да никому я его не давал. Не поносить, ничего. Я его потерял. Вот растяпа, а? Потерял он его. Ну ничего. Брата оденешь, и нормально. Он у него хороший, импортный. С этим запахом хвои. В темноте светится. Такое не потеряешь. Не буду я брата донашивать. Че это ты не будешь его донашивать? Всю жизнь в обносках хожу. Между прочим, Ваське с третьего подъезда отец каждый день по пачке покупает. С пупырышками. А я брата скид донашиваю. А ты себя с Васькой не сравнивай давай. Не сравнивай. Васька, вон какой молодец. Он в школе и на этни пятерки учится. И родителям на даче всегда помогает. И в школе его все любят. Особенно учительницы. На собрании прямо так говорят. Вот такой пацан, а вот такой пацан. С пупырышками. Спасибо. Куда дел, говори. Куда ты его дел, а? Я его порвал. Ты посмотри, на тебе прям все горит. Мать не успевает покупать. Между прочим, я за ним в аптеке два часа стояла. Всякую ерунду покупала, все стеснялась презерватив, знаете ли, спросить. Уже не стал эту всякую китайскую фигню покупать. Купил у тебя хороший, импортный этот... Встреч. Встреч, вот, да. Думала, думала с вечера постираю его, воротничок на крахмале, чтоб мой сыночка на выпускном самый красивый был. Вот в наше время такой роскоши не было. У нас один на всю деревню был. А ты один раз одел, поносил и выкинул. Ой. Ну все, 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 все. Все, успокойся, все, успокойся. Мама красивую заплаточку сделает, и никто не заметит ничего. Будешь у меня штопанный. Пойдем, пойдем, пойдем. Валерий Чугеев, Евгений Кэш, замечательные парни, ваши аплодисменты. Ни в коем случае не переключайтесь, потому что сейчас будет реклама на седьмом канале, а после рекламы все самое-самое смешное. Я ду по шоссе, нарушая все, да еще бухой, как всегда. Коленки сгинаем, улыбаемся и стесняемся. На девок заморских поглядеть. Я убил ее. Самые лучшие шутки, самые свежие миниатюры, самый экстремальный юмор. Это Камеди Клаб Кезет. Ваши бурные аплодисменты, конечно же. Ауэзо, ауэзо. Добрый вечер. Добрый вечер, Камеди Клаб. В Америке, ну, за рубежом, репетируют свадьбу. Да, все же знают? Все знают? Так, почему же нам бы не последовать, вот, по примеру, зарубежья и тоже не репетировать свадьбы? Итак, давайте представим репетицию свадьбы. Я режиссер. Под ваши аплодисменты. Так, так, стоп. Где заранее пьяный человек? Где заранее? Разбудите его, сейчас свадьба начнется. Так, гости, гости с Алматы, что вы пришли? Вы вообще же должны опоздать. Идите опаздывать куда-то там, не знаю, на фильм сходите, Аватар точно опоздаете. Так, все заходим, начинаем свадьбу. Так, Татешки, обсуждайте родителей жениха. Знаете, что, начните с чего? Начните с этого. Ана кьюн на кисблес, милая, жерем сити. Атравда. Аул нефть. Война лосвола. Повезло тут келеньки. Так, дружка жениха, разлей шампанское на платье дружки невесты. Да разливай, не бойся. Дружка невесты, ты хочешь поехать домой, переодеть платье невесты, скажи, что это большое желтое пятно? Незаметно. Отговаривай, так, вы остаетесь. Так, бета-шар. Невеста выходит на бета-шар. Агашка. Выходит Агашка с Акимата. Доставайте 100 баксов. Доставайте 100 баксов. Покажите всем прилюдно, что это вы ложите в 100 баксов. Положите 100 баксов. Все, идите дальше. Так, Апашка, куда вы деньги ложите? Положите Орамал. Аккуратненько положите Орамал. Так, все, успокоились. Молодежь, кушаем салаты, перебиваем тупо себе аппетит. Аппетит. Чтобы на бесформах вас не хватило. Так, едем дальше. Так, молодежь, идите теперь на улицу. Три стола, я хочу, чтобы пустовали. Идите на улицу и покурите. Так, где у входа куришь? Иди за ресторан, чтобы вас не спалили. За ресторан. Так, парень, я вижу, тебе нравится вот эта девчонка, дай ей пиджак и подкатывай к ней. Давай, все, иди. Шоу программа, друзья. Так, Женгс Хан, выходи, пой. Выходи, пой. Нет, не пой, уходи отсюда лучше, давай. Уходи. Уходи. Так, Татешки, вы танцуете. Татешки танцуют. Так, как вы танцуете? Как мы репетировали? Вот. Оп. Помните, да? Давайте, танцуем, танцуем. Ура, ура, вот так. Можете дать круг, вот так вот. Молодцы. Так, Татешка с висячим платьем. Зачем вам танец Майкла Джексон, а? Ну, скажите, вот как мы репетировали? Коленки сгинаем, улыбаемся и стесняемся. Вот так вот. Вам так подходит классно. Ну, танцуете вот так вот. Так, теперь все успокоились. Постелите белое полотно на пол к выходу. Все будем сейчас делать газозату. Ну, проводы. Так, все гости, вспомните что-нибудь грустное. Сейчас мы все дружненько будем что? Плакать. Так, лысенький агашка, кто смеется? Что? У вас кредита нет, что ли? Есть? Сколько надо платить? 30 лет? Вот. Берите пример с лысенького агашки. Надо вот так вот плакать. Так, невеста идет. Все начинаем плакать. Невеста, не оборачивайся. Так, от этой атмосферы начинают плакать все. Давай, удачи тебе. Все, она ушла. Так, отец жениха, говори отцу невесты, что я требую продолжения банкета. Прикол. Стоп, это салоган. Все, молодец. Так, все, все закончилось. Все, спасибо большое. Все свободны. Спасибо, друзья. Добрый вечер, мой добрый зритель. Всем привет. Детектив бытовых изделий. Смотрит. Алло. Алло. Алло, канат. Алло. Алло, канат. Алло, телефон. Алло, канат. Пуу. Постоянно подводишь. В таких моментах. Ура. Эй. 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 Ээй. Да, да, что случилось, Даня? Я не хотел этого делать. Что? Что случилось? Я не хотел. Что случилось? Не плачь, говори. Я убил ее. Кого? Верту. Верту. Убил. Так, так, ты где сейчас находишься? Я у Апашки. Свидетели есть? Ну, тут телевизор включен. И Апашкин телефон лежит. Так, выключи телевизор. А Апашкин телефон поставь на беззвучный. Я сейчас приеду. Так. Ой, Верту. Так, успокойся, Даня. Он не здесь. Успокойся. Успокойся. Сейчас, подожди. О, черт. Так. Где зарядка? Что? Зарядка где? А, в тумбу. Сейчас, подожди. Сейчас. Что? Сейчас, подожди. Сейчас, тихо. Что ты делаешь? Сейчас, тихо. Что ты делаешь? Убери руки. Не надо. Убери, она нас сдаст. Что ты? Она нас сдаст. Тихо. Что? Что ты сделала? Все. Так. Что ты сделала? Где чехол? Чехол где? У Армана. Звони Арману, скажи, что мы сейчас приедем. Не надо. Я сам все улажу. Я сам. Алло, Арман. Пусть чехол у тебя пару дней еще побудет. А что сказать? Скажи, что мы уехали в город за новой панелью. Все, давай. Че ты плачешь? Че ты плачешь? Я в прошлом году ноутбук похоронил. Так это ты сделал. Тихо. Убийца. Тихо. 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 Так. Что делать? Вытаскивай это все на улицу. Вытаскивай, вытаскивай. Тащи, я тебе говорю. 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 Когда я первый раз увидел, это было в ЦУМе. Она была в красном чехле. Она выделялась из всех телефонов. Тогда я понял, что я должен всю жизнь с ней быть. Она у тебя бэушная была? Что? Что ты сказал? Успокойся. Да, я у неё первым был. Да успокойся, всё. Всё. Так. Всё, уходим. Уходим отсюда. М-м-м. 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 Министерством коммуникации и связи официально зарегистрировано. 86% владельцев регулярно избивают свои телефоны. Люди, уважайте коммуникационную связь. Самое главное в нашей стране – это связи. У-у-у! Специально для вас Даниар Кебаб. Мидет Казахский. И, конечно же, для Камеди Клуб Кейзе. Когда голуби слышат, как они поют, они от удовольствия начинают гадить на головы прохожих. Зураб Матоа, Андрей Аверин, Дмитрий Лисёк-Сорокин на сцене Камеди Клуб. Встречаем! Добрый день, джер! Здравствуйте! Дмитрий Лисёк-Сорокин, Андрей Аверин, Зураб Матуа. Поехали? Поехали! Я сидел на пляже долго, выпил пиво литра восемь. А потом ещё добавил лимонада буратино. А потом пошёл по пляжу, но, увы, не обнаружил ту спасительную будку с буквой «М» или «Ж». Море, 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 мир бездонный, пенный шелест, волк прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, наши юности надежды. Я ду по шоссе, нарушая всё, да ещё бухой, как всегда. Если б знали вы, как мне дороги эти синие номера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В одной большой квартире собрались три семейства. Петровы, Ивановы, сиделкины нашлись. Объятьями и вздохами мы каждый миг наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Сёкс, Сорокин, Зураб Матуа. И Андрей Аверин. Спасибо, Казахстану! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Наших следующих резидентов я очень люблю и уважаю хотя бы за то, что их шутки уже занесены в Красную книгу, как вымирающий вид. Сергей Каспер, Сергей Вулкан на сцене Камеди Клапкизе! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый, 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 добрый вечер! Вау! Отлично, замечательно все. Что ж, прекрасно, это действительно Сергей Вулкан. И Сергей Каспер. Хочется показать все. Что с тобой? Все хочу показать. Показывай. Начинать. Друзья, у нас с Сергеем сегодня короткие, а миниатюры длинные. Итак... АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дорогие друзья, на самом деле, шучу, короткие такие взрывные фантазии. И мы решили сейчас перенестись очень далеко отсюда. Хватит уже здесь сидеть. Шимкент. Не так далеко. Ну, перенесемся всего лишь в 15 век, в Древнюю Русь. Там тоже существовали ночные клубы. Вернее, назывались они по-другому. Сумеречный Костотряс. Итак, 15 век, Древнерусский ночной клуб. Здравь будь, Бояре! И тебе, здравь, мил человек! Ну, куда путь держишь? Чего там вот? Сегодня в сумеречном Костотрясе. Косьми потрясти. На девок заморских поглядеть. Кочана запарить. Давай, пущай. Ты обожди, Кочана парить. А шо такое? У нас дресс-код. Какой код? Код сиамский. А у нас проверка одежи. А шо с одежей моей не так? Ты посмотри на мне кафтан. Отгучина. Я вижу... Я вижу тебя отягучина тут. Ну, не без этого. Шаровары погляди. Стильные какие. А шо же это у тебя шаровары металлические? Такое Роберто Кавали. Роберто Кавали? Они. А ремень? О, о, ремень забыл. Ну, ремень. Ремень Прада. А шо такое Прада? Ну, сейчас все носят Праду. Серафим носит Праду. Влас носит Праду. Диакон носит Праду. Диакон носит Праду. Диакон носит Праду. Шо говорить? Все носят. Так что пущай. Пущай меня. О, боже. О, боже. Нужно тебя обыскать. Колище-режущие предметы есть? Обижаешь? Конечно есть. Девятнадцатый ехать. И чё? Конечно есть. Вытаскивай. Ты с ромоту не вытаскивай, ты другой вытаскивай. А. Вот здесь алибардочка маленькая. Все? Пущай. Пущай. О, боже. Куда ты поперек, батьки, в пекло лезешь, а? А ты шо, знаешь, что мой батька? А кто твой батюшка? А ты знаешь, что мой батюшка? Кто твой батюшка? Ты знаешь, что мой батюшка? Кто твой батюшка? Мой батюшка, отец Никодим. Из соседней церкви. Если ты меня сейчас не пустишь, он тебе грехи не отпустит. Так что пущай. А, ты меня не пугай. А шо такое? Испугался я уже. А я чувствую. А я чувствую, испугался. Вот поэтому и не пущу тебя. Так знаешь, что? Знаешь, хватит. Сейчас вот обожди здесь, сейчас вот позвоню куда надо. Хотя какой позвонил? Девятнадцатый век же. Или пятнадцатый опричник, он говорит. Напишу лучше. Сейчас на тебя управу найду. А ты меня не страшай. Найду, дуправу. Не что. Подожди. Сейчас. Накатал уже. Вот, читай. Не буду я читать. Давай, читай, шо. Читай. Ух ты. И печать императорская. Ну, конечно. Но если ты от самого императора, должен тебя предупредить. Сегодня в клубе одни полурасы собираются. Что собирается? Полурасы. Это что такие? Ну, как тебе объяснить, милый человек? Они свеклой щеки мажут. Ага. Углем брови подводят. Ага. И в устал обызаются. Ага. Ну, это нормально. Что ага? Они еще друг друга на кол насаживают. Пфу. Пойдешь в клуб-то. Срамота какая. Да нет, конечно. Спасибо тебе, милый человек. Что, предупредил? Как говорится, мир этому дому. Пойду к другому. А седалищи у него знатные. Заходим, господа, полурасы. Заходим. Итак, дорогие друзья. Случай в банке. Здравствуйте, девушка. За коммунальный можешь заплатить? Да, конечно, можно. Вот, квитанцию возьмите. Давай сюда квитанцию. Три пятьсот. А, вот карточку возьмите? Давай. А, подождите. Аналом можешь заплатить? Аналом? Степанович, шестнадцатую кассу пройдите, пожалуйста. Спасибо большое. Дорогие друзья, это был Сергей Мулкан. И Сергей Касов. Писаны для Камеди Клаб КСС. Спасибо. Реклама – двигатель прогресса. Поэтому пойду-ка я что-нибудь задвину. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро будет все самое интересное. Что мне мешает? У меня выходной, я убираюсь, что происходит. Единственная чистая душа в этом зале. Амантай Кажи вытатуировал у себя на спине простынь и написал на ней черным маркером. Я тебе ни хера не скажу. Наши следующие резидентки хотели попасть в шоу-бизнес через постель. А попали через кастинг. Ева Рыжая, Алена Бестыжая на сцене Камеди Клаб КСС. Встречаем! Добрый вечер, друзья! Давайте поаплодируем друг другу нам, президентам. А на сцене Ева Рыжая. И Алена Бестыжая. Без долгих затравок. Случай на телепередаче. Поехали! Добрый вечер. В эфире передача «Всё обо всём». И сегодня у нас в гостях Ева. Она утверждает, что она экстрасенс. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Но я не говорила, как меня зовут. Алена, мне не нужно угадывать ваше имя. Я сильнейший экстрасенс. Знаете, в чём заключается мой дар? В чём же? В том, что я могу угадывать желания, мысли и помыслы людей. Мало того, некоторые я могу даже исполнять. А давайте попробуем на наших гостях. На гостях? Да. Конечно. Например? Ну, девушку вот. Вот эта девушка с четвёртым размером мечтает, чтобы у неё левая грудь стала первого размера. Зачем? Ну, понимаете, она собачку под мышкой таскает, ей одна грудь реально мешает. Хорошо. Ева, а вы можете исполнять желания только девушек или мужчин тоже? Ну, конечно же, мужчин тоже. Давайте. Да, дорогой. Мы сегодня поедем куда ты захочешь, и я буду выполнять любые твои желания. Ева, а вам не кажется, что вы сейчас своё желание исполняете, а не его? Простите, замечталась. На самом деле, мужчина всегда мечтает чётко знать, кто перед ним. Мужчина или женщина? Зачем? Ну, понимаете, у него один раз в Таиланде конфуз приключился, и он повторения не хочет. Понятно. Хорошо. Ева, а вы можете прочитать мысли наших операторов? Конечно. Давай. Ага. Вот прям взяли всё тут разом и сдохли. А у вот этого мужчины неисполнимая мечта. Какая же? Вы на него не налезете. В смысле? Он вас натянуть хочет. Ага. Вот знаете, все люди, у них мысли только о сексе. Вот ни одной чистой души, они все хотят только секса. Я даже вот, хотя, стойте, вот, вот он, вот, единственная чистая душа в этом зале. Посмотрите. Хочу машину, квартиру, дачу, и чтобы кто-нибудь трахнул моего директора. Да, господи, и здесь секс, а! Вот молодой человек. Представляете, он мечтает обо мне. Он мечтает меня самой элегантной, самой красивой, самой прекрасной женщиной в этой мире. Да все, ухожу, ухожу, не надо меня по лицу убить. Супруга, видимо. Супруга, да. Знаете, Ева, может быть, будем уже закругляться, программа не резиновая. Подождите. Вот этот мужчина мечтает, чтобы у него больше никогда в жизни комочков не было. В смысле? Ну, понимаете, в детстве в Манной каше комочки были, потом в селе жил там на дороге комочки лежат, сейчас у девушки комочки. Ну, реально, вот тут вот уже надоело. Хорошо. Ну, а давайте закругляться. Давайте. Программа все-таки не резиновая. Ну, люди, конечно, странные очень. Я удивлена мыслям и желанием людей. Ну, знаете, это еще не самое удивительное. Вот у меня случай был. Девушка себе мечтала сделать вот такую татуировку Оля. Может быть, Коля? Или Толя? Нет, Оля. Я просто надоела, что ее после секса спрашивают, как тебя зовут. Хорошо. Хорошо, Ева. Постойте, Алена. А можно я сейчас просто исполню мечту, ну, абсолютно всех мужчин в этом зале? Ну, давайте, хорошо. Ева! Что вы делаете? Простите, пожалуйста, но они просто реально об этом все мечтают. Хорошо, все. Можно напоследок вот они мою мечту исполняют? Хорошо, давайте. Знаете, я очень сильно мечтаю, чтобы вы сейчас все взяли и поаплодировали. Я же ваши мечты исполняла. Большое спасибо. С вами были Ева Рыжая. Я, Алена, ты же. Смотрите «Камеди» на седьмом. А мы продолжаем. Несмотря на его юный возраст, у него уже три высших образования, трехэтажная вилла на Канарах, семь машин в гараже. И что он делает в «Камеди» совершенно непонятно. Дарханжан! Встречаем! Добрый вечер «Камеди Клапки З». Я рад вас всех видеть. Давайте начнем. Сенсационные новости, которые произошли за последнюю неделю. Следователь три часа допрашивал Наймана. В результате всю вину взял на себя сам следователь. Казах решил совершить кругосветное путешествие верхом на лошади. На полпути он перекусил и продолжил путешествие пешком. Пошел слух, что вчу решили легализовать наркотики. Население этого города уже увеличилось на 50%. Блондинка хотела собрать пазл с рисунком льва. Но потеряла деталь и получилась с рисунком львейцы. Амантай Кажи вытатуировал у себя на спине простынь. И написал на ней черным маркером «Аттан Казахстан». Казахстанские прокуроры, как Робин Гуды, отбирают сроки у богатых и отдают их бедным. В Чемкенте любая свадьба собирает больше народа, чем любой футбольный матч у Орда-басы. Задержан житель Аркалыка, который полгода продавал горожанам калькуляторы, утверждая, что это айпад. Новости науки. Казахские ученые придумали новое изобретение. Он работает, а иногда не работает. Вот так вот. Сумасшедшая новость. Девушка по имени Лейла, которая не выговаривает букву «Л», забрали в психбольницу. Потому что она всем говорит, что ее зовут Лейла. Вот так вот. Вчера произошла стычка между фанатками Битлз и фанатками Айкина. Фанатки Битлз закидали фанаток Айкина пластинками Битлз. А фанатки Айкина закидали их тупо камнями. Солист группы «Мистериумс» на 80% состоит из модной одежды. Парвиз Назаров так давно не снимал клипов, что его не узнают даже жена и дети. Фанатов «Алмаза Кишкембаева» в три раза меньше, чем у сурийских тигров. Борода Нурлана Абдулина популярнее Бейбета Хоргана. Коротко о главном. Секретарша Акима при помощи силикона в два раза увеличила себе зарплату. 12-летний сын парковщика до сих пор не знает, что деньги бывают и бумажными. Старшак Политеха забыл, что он находится дома и послал отца за пивом. Девочка, которая любит секс, разводит сессию за весь поток. Ну и что ж, в конце совет для наших милых дам. Девушки, имейте в виду, все, что вы купите в секс-шопе, будет использовано против вас. Спасибо, с вами был Дарханжан, специально для Comedy Club KZ. До скорой встречи! Наши следующие резиденты ничего не стесняются и не боятся экспериментировать. Руслан Воробей Весенгирев, Владимир Короткий на сцене Comedy Club KZ. Встречаем! Девчонки, вау, вау! Ты вот с этими девчонками вау-вау? Да, да. Гоу-гоу, дурак, что ли? Я всегда путаю. Дорогие друзья, Руслан Воробей Весенгирев и Владимир Короткий. Ну, случай на допросе. Так, где этот сопляжой? Я уже домой охота. Вы молоденький-то какой, а? Короче, парень, давай сразу все точки на дыр оставим. Я 15 лет уже опером работаю. У меня все раскалываются. Все раскалываются. День, два, три, год, 15 лет все раскалываются. Поэтому давай сейчас не будем с тобой воду в ступе толочь. Ты мне быстренько все рассказываешь. Я иду домой, к жене, она мне обнимает. Ты в камеру, тебя там тоже кто-нибудь обнимет. Договорились? Дяденька-милиционер. Значит, не договорились, да? Дяденька-милиционер. Ну, че, дяденька-милиционер? Наш главный сказал, тот, кто проколется, он того нашампурит. Не понял. Ну, натянет. В смысле? Ну, удава в норку пустит. Какого удава? Че ты крепишь? Ну, поезд в депо поставит. Ты пьяный, что ли, а? Флешку в гнездо вставит. Какую флешку, а? 17-гиговую. Он сказал, он сказал, сделает нас главными в курятнике. А, от петуши, что ли? Да. Ну, а че ты хотел преступление совершать? Поэтому, дяденька, дяденька-милиционер, я тебе ни хера не скажу, понял? Нихера тебе не скажу, понял? Нихера тебе не скажу. Кали. Ты мне не скажешь? Нихера тебе не скажу. Ну-ка, че ты там мне сделаешь, а? Я тебе ни хера не скажу. Ну-ка, ну-ка, погромчество пришел, да? А ты поближе, ну-ка, сюда. А ну-ка, давай. Давай-ка еще поближе. Ну-ка, что, ну-ка? Я тебе ни хера не скажу. Ой, как приятно слышать-то. Ну? Пятнадцать лет я всех колю, а ты тут че-то взъярепенился, да? Да. А, имя. А, давай поближе, чтоб никто не услышал. Сказал же. Тебя зовут? Я тебе нихера не скажу. Ты мне. Я тебе. Ну ладно, давай. Раз такой крепкий у нас. Кто такого крепкого ты родил? Батя есть у тебя? Ну, конечно, есть батя, да. Настоящий мужик батя, наверное? Настоящий мужик, конечно. Такого нихерового парня воспитал, который тебе нихера не скажет. Это я уже понял, да? Ну? Герой, батя. А как героя звать, чтобы страна героя знала? Батю Петя зовут. Петр. Мужицкое имя. Мужицкая Петруха. А Петр, наверное, по молодежке с девчонками умел погулять. Ну, погулял, да. С девками, да. Потом залетела одна. Потом родила. Пацана, девчонку? Пацана, конечно. Как пацана назвали? Руслан. Руслан Петрович, значит. Ах ты, сука. Ну, больше я тебе нихера не скажу, понял? Да что ж ты заладил-то, а? Ну-ка, что ты там мне? Я тебе нихера не скажу. Ну-ка, ну-ка, погромче, дяденький. А ты поближе. А давай, ну-ка, 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 давай. Ах ты верблюд, а. Я тебе нихера не скажу. Нихера ты не услышишь. Слушай, угомонись, успокойся. Давай без протокола. Вот я диктофон выключаю. Ну? Вы пять лет грабили банки, правильно? Так. Зачем вы в этот раз ограбили секс-шоп? Мы прежде чем банк грабить, нам нужно было оружие. Оружие? Оружие? В секс-шопе. Ну, а где? Ну, допустим, зачем вам понадобился огромный резиновый... Кляп. Кляп для охранника, чтобы не орал. Как раз-таки орал получился. Ну, зато же он не орал. Ну, был же орал. Ну, орал, но не орал. Ну, если бы не орал, он бы не орал. Ну, и орал, но не орал. Так сейчас у тебя будет орал. Не ори. Так. Это можно представить себе, в принципе. Зачем тебе, сопляку, вам всем там понадобилась резиновая надувная бабенция? Ну, мы после ограбления хотели праздновать. Молодцы. А зачем вам пять упаковок Виагры? Мы долго хотели праздновать. Не, ну, ваш дегенеративный ум, в принципе, можно понять это, представить. Зато какой нихеровый план. Зачем вы из секс-шопа вытащили костюмы полицейских? Вот эти вот костюмы полицейских. Ну, это элементарно. На случай, если бы милиция ворвалась, мы бы за своих проканали и вместе с ними бы ни херово улизнули. А вас не смутило то, что у этих костюмов жопа голая? А я тебе ни хера не скажу, понял? Ни хера не скажу. Понятно? И у тебя на меня ни хера нету, понятно? Поэтому я сейчас ни херово встал, ни херово вот выпрямился, ни херово развернулся и ни херово ушел. И ты мне ни хера не сделаешь. Вот в этом ни херовом костюме полицейского. Слышь ты, полицейский, кляп из жопы вытащи. Ни хера я не вытащу. Большое спасибо, Владимир Короткий. Руслан Воробей Весенгилиев. Специально для Comedy Club KZ. Кто-то говорит, что мы красивые, кто-то говорит, что мы умные, кто-то говорит, что мы смешные. А мы просто тупо зарабатываем бабки. Реклама на седьмом канале, ни в коем случае не переключайте. Давайте продолжим сравнивать Москву и Санкт-Петербург. Знакомая ситуация, даже в Алма-Ате могла произойти. Итак, геи. Это номер. Это Comedy Club KZ. Только на седьмом канале. Всегда будьте вместе с нами. Ура! Дорогие друзья, с удовольствием приглашаю на эту сцену наших гостей из России. Привносители в массы интеллектуального юмора. Виктор Васильев, Дмитрий Хрусталев на сцене Comedy Club KZ. Встречаем! Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, друзья! Эй, народ! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Давайте продолжим сравнивать Москву и Санкт-Петербург. Еще знакомая ситуация, это сантехник приходит по вызову домой. Итак, сантехник по вызову домой в Москве. Кто там пришел? Кто мне мешает? У меня выходной, я убираю, что происходит. Жора, сантехник, вы звонили, нам надо посмотреть, у вас здесь где-то труба течет. Ну, в принципе, знакомая ситуация, даже в Алма-Ате могла произойти, а теперь сантехник по вызову в Санкт-Петербурге. Кто там пришел? Кто мне мешает? Добрый вечер, это Георгий. Я изжил контору номер 18, что на Василиостровском районе. Вы нам звонили, мы соблаготворили к вам прийти, нам надо посмотреть, у вас здесь где-то труба течет. Или, например, общественный туалет в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, знаете, ЖД-вокзалы, аэропорты, и так, общественный туалет в Москве. Понаехали туда, блядь. И общественный туалет в Санкт-Петербурге. О, проходите, пожалуйста. Нет, будьте любезны, вы первый. Да нет, молодой человек, я ради вас могу потерпеть. Да нет, что вы, что вы, я же вижу, вы больше меня хотите. Проходите, пожалуйста. Да, молодой человек, я ради вас могу даже перехотеть. Я еще не могу этого себе позволить сделать, поэтому, тем более, очень хочется... Только после вас. ...с вашего позволения. Благодарю вас. Простите, вам какой этаж? Шестой. И еще одно сравнение Москвы и Санкт-Петербурга — это гей. Извините, сорвался. Лет десять назад. Два ноли уже? Итак, геи. Это номер. Геи в Москве у ларька. Ой, извините, пожалуйста, а можно нам вот эту вот, да, сигареточку, наверное, потолще, да? Зажигалочку, наверное, поярче. Вот можно шоколадочку послаще. Спасибо, Ашот. И геи в Санкт-Петербурге. Ой, извините, пожалуйста, а можно нам вот эту сигареточку потолще, можно вот зажигалочку тут, наверное, поярче? Как вы видите, в Петербурге геев в два раза меньше. Спасибо огромное, друзья! Это был Виктор Васильев и Дмитрий Крусталев. Специально для Comedy Club KZ. Пока! Уважаемые телезрители, если вы по каким-то причинам не успели посмотреть нас в пятницу, то не стесняйтесь. Включайте в субботу ровно в полночь седьмой канал и смотрите, наслаждайтесь и смейтесь вместе с нами, потому что это Comedy Club KZ. До новых встреч! Пока! КОНЕЦ